Майнкрафт, но можно скрафтить новые жизни! Я могу скрафтить 9 уникальных сердечек, которые будут давать мне суперспособности, чтобы пройти Майнкрафт! Сегодня я впервые смогу добыть Бэтрок, поехали! Если хочешь узнать, что мне даст эндер-кристальное сердечко, то скорее нажимай на эту красную кнопочку подписаться и приятного просмотра! Итак, бригада по прохождению Майнкрафта прибыла и, о май гад, мы появляемся прямо около каньона! Место, конечно, хорошее, но почему у меня всего лишь одно сердечко? Да, на самом деле я очень ценю, что вы предлагаете свои идеи в комментариях, но иногда они бывают очень жестокими. Кстати говоря, эту идею мне предложил подписчик, которого вы прямо сейчас видите на экране. Спасибо огромное всем, кто предлагает свои идеи для роликов и, в принципе, вы тоже можете предложить и появиться в следующем ролике. Тем временем, как мы уже поняли, нам сегодня предстоит крафтить сердечки, а для начала мы скрафтим наш самый наилюбимейший, красивенький... Ну, его не нужно представлять, и вы так все знают. Хотя нет, я все-таки это сделаю. Верстак! Ну так вот, Кирочку и лопату мы скрафтили. Если вы спросите Тунка, ну зачем ты скрафтил лопату? То дело в том, что мы сейчас будем крафтить наше первое сердечко, которое вы прямо сейчас видите на экране. Для него нам потребуется, как вы уже поняли, много стекла. Поэтому мы его добываем, да, весело. Тем временем я добыл 37 песка и... Опа, тут валяется огневая плоть, подберем. И да, я случайно отвлекся и построил песочный замок. Теперь мы добываем наш драгоценнейший камень. Нам понадобится примерно 8 штук на создание печки. Но мы люди особенные, нам одной печки недостаточно. Нам нужно много печек. И кладем все это дело на переплавочку, потому что нам нужно как можно больше песка переплавить, чтобы сделать как можно больше пузырьков. Короче говоря, чтобы вас не томить, составляем наш крафтик из одного стекла и очень много пузырьков с водой. Ладно, давай, 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 3, 2, 1, вуаля, водное сердце. Плюс одно сердце в карманы. Посмотри на моба и нажми shift. Окей, я уже готов. Мы получили водное сердце и мы теперь получили какой-то, я не знаю, водный элемент. И, о, мэгэд, посмотрите. У меня появилось плюс одно сердечко. И если мы прямо сейчас убьем одного Жорика... Жорик, прости меня, брат, прости, я не хотел этого делать, меня заставили. Быстренько кидаем его мясо на переплавку и... Вуаля, забираем готовое мясо. И если мы его съедим и начнём регенерироваться, то по логике вещей мы получим водное сердечко. О, мэгэд, оно наполнилось. Оно наполнилось. Теперь у нас имеется одно красное сердечко и одно синее. Пока что я не уверен, что он мне это даёт, но мы знаем сами, что нам нужно нажать на shift при виде какого-то моба. Но, кажется, всех мобов я только что убил. О, мэгэд, стоять. Я нашёл скелета, которого... О, я только что заморозил. Я нашёл скелета, который покушался на мой замок. Ты что, офигел? Извини, братичка, но мы тебе такое не прощаем. Он только что покушался на мой песочный замок, и странно, что в этом канюне нет абсолютно никаких мобов. Дорогие друзья, что-то вы все разбегались по сторонам. Ладно, в принципе, нам же лучше. Добудем себе немного камышка, добудем немного железа, и я смогу теперь замораживать каждого моба, просто если буду нажимать рядом с ним shift. В целом, я могу понять, почему здесь нет мобов, потому что просто ещё день и... О, не, стоп, и... О, я слышу скелета, ах ты, зараза, заспавнилась всё-таки. Смотрите, заспавнился и пытается меня убить, но я могу... ХОБА! А, а, не работает. Подожди, ещё раз могу, хоба, говорю... А, я... Я... Ладно. А, кажется, я всё это время произносил неправильное заклинание, потому что когда ты смотришь на моба, нужно сказать волшебные слова. Проверяем. Абракадабра, зелёные огурцы... А, заработало, отлично. Всё, ребята, я разобрался. Нам просто нужно сказать волшебные слова, и окей, теперь мы будем везде тут создавать потопы. Просто удерём от всех мобов, которые за нами гонятся, и в теории мы можем очень легко их замедлить. Просто нажав на shift, опа, извини, братишка, зомби. Ты передвигаешься по запрещенной территории, поэтому тоже, пожалуйста, остановись на одном месте. Опа, и теперь они будут умирать, и... Братишка, прости, но... Холодный розовый флаж явно будет вкуснее обычного, хотя... Он, видимо, решил его оставить себе. Как бы там ни было, о, май гад, они меня пытаются убить. Они меня пытаются убить, и более того, они меня почти убили, поэтому извините, братишки. О, у меня полсердечка, нет, 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 моё водное сердечко пропало. Моё водное сердечко пропало, а значит нам нужно его снова отрегенерировать. Поэтому, Крепер, прости, но сегодня не твой день, я тебя... О, май гад, я его заморозил, и... О, он всё-таки взорвался. И, кстати говоря, мне кажется, тем временем я нашёл деревню. Отлично, новая деревня, и мне кажется, я только что услышал где-то собачку. Барсик, я знаю, что ты где-то рядом, мне нужно срочно тебя приручить. У меня есть одна косточка, и в теории я могу его приручить. Но для этого мне нужно аккуратненько так... Подожди, 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 не сбегай. Нет, 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 ом, оу, оу, нет, 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 что... О, 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 неееет, прости, Барсик. Держи косточку, брат. Ну и в честь Барсика сегодня, ребята, я буду мстить всем. И не важно, что, ааа, именно я его убил. Я его не убил, нет, я его не убил, это вообще был не Барсик, это был фейк, понимаешь? Это был фейк, и, эм, ладно, надо быть со своими способностями поаккуратнее. Кстати говоря, у нас имеется кузница, и это довольно полезно, особенно если в ней имеются яблоки, потому что есть мне, откровенно говоря, пока нечего. Конечно, железный меч, это тоже полезная штука, особенно против криперов, но зачем, если я могу просто заморозить его, и он даже не сможет ко мне подойти? Отличный день, дамы и господа, отличные у меня способности сегодня, правда, с вами почему-то я не могу обмениваться. И неужели в версиях 1.12.2 даже нет голема в деревнях, потому что я его ищу, чтобы убить, но что-то этого лысого друга я никак не могу найти. Ладно, как бы там ни было, мы можем просто лечь, эээ, спать? А где кровати? Ааа, это же 1.12.2, тут, наверное, даже нет кровати в домах у жителей, либо я что-то путаю, но тем временем, братишка, тебе не надоело там стоять, реально. Обмениваем с нашими друзьями какой-нибудь эмеральд, например, оп, здравствуйте, забираем. И тут одно обстоятельство, которое мне очень сильно мешает выбраться из этого дома. Братишка, нет, 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 не шипи на меня, пожалуйста, боже, что ты делаешь? Не то, что мой дружище, вот, вот, Петя, вот вообще спокойный пацан, ему как-то... Слушай, а тебе хорошо вообще? Ребят, мне кажется, что он жив, но... Но это не точно. Тем не менее, нам это не мешает забрать всё наше железо из печек, все наши стейки, и создать наше новое, сногсшибательное, прекрасное, красивое... Так, я что-то сделал неправильно. О, получилось, жители смогли меня принять, сердце жителя, этот нос может почувствовать даже руды, что? Видимо, жители позволили мне скрафтить их сердце, и теперь я могу его использовать. И, о май гад, посмотрите на это сердечко жителя, которое вырисовывается. Окей, это максимально странно, я не знаю, что мне это даёт, но, видимо, мы что-то можем делать, связанное с рудами. Мне говорят, что я могу чувствовать руды, но пока что я чувствую только скопление огромного количества жителей, поэтому давайте найдём какую-нибудь шахту. И, как мне пообещали, я должен чувствовать руды на расстоянии, но пока что я чувствую только скелеты, которые... О, нет-нет-нет, ну, уйди, 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 заморозили, быстро заморозили, бежим. Слишком опасно, и как я рад, что у меня имеется такая способность, как вот эта штука, потому что, если бы не эта заморозка, я бы, наверное, давно уже умер. До свидания. Окей, стоило мне только спуститься чуть ниже, как, опа, смотрите, сколько руд вокруг меня. Теперь я понял, что значит длинный нос у жителей, у них длинный нос, и, видимо, он чувствует руды поблизости, я чувствую очень много руд. И, в целом, нам осталось только найти алмазы, но вместо них я нахожу своего друга зомби, который пытается меня убить, как жалко, что ты попал под заморозку. Опа, тут ещё один, думаю, собратьевец, получается, тоже с большим носом, зомби. Тоже, кстати говоря, попадёт сейчас под заморозку, а мы тем временем отправимся дальше. О, мы нашли алмазы, отлично, мы нашли алмазы, но у меня нет железной кирки, это плохо. Ставим ещё один верстак, чтобы нашему первому не было скучно. И у моей способности есть только один минус, это то, что, когда она исчезает, у нас появляется вода, которая очень сильно может помешать. Крафтим наш железный пикакс и отправляемся добывать алмазы. Давайте мне три штучки, как минимум для обсидина. О, откуда лёд взялся? Не нужно мне заменять алмазы на лёд, спасибо, но способность мне не для этого нужна. Кстати, интересный факт, но мы можем прямо сейчас сделать себе новое сердечко, и причём это будет какое-то очень странное сердечко, созданное из гнилой плоти и костей. И мы получаем сердце волка. Получение урона призывает прирученного волка. О май гад, это звучит очень интересно. Ладно, съедаем. У меня реально ощущение, что каждый раз, когда мы используем сердечко, мы его съедаем. Итак, нам нужно найти теперь монстра, который с большой радостью нанесёт мне урон. Давай, нанеси мне урон, и хобаааа, мы призвали Барсика! Ребята, мы только что его воскресили и, кажется, сразу потеряли. Зараза, давай драться! Окей, мы убили его, отомстили за Барсика, и мне кажется, теперь реально после каждого урона мы будем воскрешать Барсика. В принципе, если так помыслить, то, о, возможно, Барсик бесконечен. Барсик, он просто бессмертный пёс, он умирает и воскрешается, когда хочет. И, о май гад, мы приступаем сейчас к одному из самых, наверное, сложных и богатых крафтов нашего сердечка. Мы крафтим сердце, состоящее из железных блоков. Это вообще адекватно, зрители мои, боже мой, мы получаем железное сердце. При получении урона бьёт вас молнией. То есть, я буду получать урон, и в меня ещё в подарок молния буду ударять. Тем временем, мы выбрались на поверхность, и просто посмотрите, у нас целое семейство из Барсиков. Четыре Барсика, как вы думаете? Ну, один упал, четыре пришли. И, как видите, Барсик защищает наш верстак, потому что в нём прямо сейчас мы должны аккуратненько с помощью стейков скрафтить самое вкусное сердце. И это будет, внимание, сердце коровы. Бесконечное остановление сытости. Что это, извините меня, такое? Ладно, допустим, съедаем. Дамы и господа, во мне теперь живёт часть коровы, часть волка, часть жителей. И, по всей видимости, мы теперь больше никогда не будем голодать, потому что, будучи коровой, ребята, я не, ну, не... Потому что, будучи частичкой коровы, я могу, по сути, просто не питаться. Ладно, давайте не будем задаваться вопросом, почему я не могу питаться, и, там, буду ли я сам себя есть. Но, в любом случае, берём своих собачек и идём дальше. Two thousand years later. Тем временем, если вы только что видели плашку десять тысяч лет спустя, то всё потому, что я за всё это время вскопал огромное количество золота и железа, и даже нашёл три алмаза. Для чего я это сделал, спросите вы, да, я шахтёр в Майнкрафте, не... Ой, тут даже ночь. Это гигантское количество золота, мне нужно для следующего крафта, боже, почему каждый крафт всё дороже и дороже, это слишком дорого. У меня просто вот один вопрос, почему так дорого? Короче говоря, мы получаем сердце, при получении урона выбрасывает случайный предмет. Ладно, звучит интересно. Надеюсь, я боролся за это не зря, и хотя бы как-то это окупится. Так, давайте, кто-нибудь нанесите мне урон. На улице ночь, поэтому можно спокойно выйти на улицу. Так, давай, братишка, ударь меня разок, и посмотрим, что мы выбросим. А, кажется, мы выбросили Барсика, в который его убили. А, стоп, я же... Я чё, даже не съел сердечко. Окей, дубль-два, Скелетрон, стреляй в меня, стреляй в меня полностью, и, боже мой, ну, 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 дайте ему пострелять, пацаны. Итак, наша последняя цель, наш последний шанс, это Крипер, о май гад, слишком какой-то опасный Крипер, поэтому, да, пожалуй, заморозим его. А вот зомби вполне... О май гад, Эндерпёрла, серьёзно, Эндерпёрла? Подождите, подождите, такими темпами я хочу больше урона получить, камон, мне нужно больше Эндерпёрла. Так, Криперы, взорвитесь, дорогие друзья, ведь вы мне заспавите... Да ладно, неужели каждый раз я буду получать Эндерпёрлы? Так это очень даже выгодные взрывы. Давай, друг мой, взорвись, и... О май гад, мы получили золотое яблоко. Мне теперь всё больше и больше будет нравиться скелет, ведь он будет каждый раз при выстреле мне давать Эндерпёрлы. Только, к сожалению, да, Барсики этого не позволят. Придётся Барсика всех посадить. О май гад, ты чё, офигелся, Лёв? О май гад, этот Крипер чуть не убил всех моих Барсиков. Ладно, всех вроде посадили. Барсики не скулите, потому что мне нужно получить немного урона от... Откуда вы взялись? Всё, наконец-таки я смогу получить урон. Куда ты от меня убегаешь? Пожалуйста, убей меня. Давай, брат, постреляй меня хоть чуть-чуть. Что он делает? Абсолютно странный скелет. Ладно, там где-то был вроде как его брательник. Так, братишка. Ладно, Крипер в целом тоже падает. Так, взрывайся. И... Ладно, Крипер в целом тоже падает. Так, взрывайся. О, я чуть не умер, но у нас ещё Эндерпёрла в копилке. И такими темпами, друзья, мы разбогатеем. Всё, что нам нужно, это желательно не умереть от этих взрывов. Угомонить Барсиков, чтобы они не атаковали моих зомбарей. Стой, Барсик, подожди. Итак, дорогие друзья, тем временем мы готовы поджигать наш портал. И если вы спросите, Тунка, ну почему всё это время ты проходишь Майнкрафт без брони? Ты выполняешь какой-то челлендж? Я вам скажу, нет, дорогие друзья, всё намного проще. Я просто забыл надеть броню на себя. Но раз уже на то пошло, и я броню забыл надеть, то можно её, в принципе, и выбрасывать. Будем выстраивать челлендж, и пройдём Майнкрафт абсолютно без брони. Кстати говоря, зажигалка мне пригодится не только для того, чтобы я сейчас вошёл в этот портал, но и для того, что... О, Майнкрафт, я появился в крепости, я появился прямо, я появился прямо в крепости. Это невозможно, это невозможно. Я появился не только прямо в крепости, я появился в трёх блоках от Эйфрита. Мамма меня, это вообще в Майнкрафте возможно появиться в пяти блоках от Эйфрита. Ладно, это самое лютое везение, которое... Ай, ладно, извините. Как бы там ни было, я могу умереть, потому что брони у меня с собой абсолютно никакой нет. Однако урон для меня сейчас это довольно полезная штука, потому что за каждый урон я буду получать какие-то разные предметиксы. Поэтому, опа, аккуратненько эндер перлу. Ещё раз, опа, аккуратненько ещё эндер перлу. И такими дэбами я могу дюпать, постоянно фармить себе разные предметы. Поэтому в теории я могу аккуратненько встать у огня и получать огромное количество предметов. Let's go эндер перлу мне в карман. Я получил огромное количество... Ааа, стоп, 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 подождите, что я получил только что, я получил бедроковую кирку. Мне выпал какой-то предмет, который называется бэдроковая кирка, и причём у меня целых 4 таких кирок. Я не уверен, что они умеют делать, но, возможно, подождите, возможно, бэдроковой киркой мы сможем добыть бэдрок. Звучит, как будто сказал, сумасшедший, но на самом деле примерно так и есть. Мы быстренько добываем эти блейзовые палочки, у меня одна штучка имеется. И барсики где... Он на моих глазах только что ушёл от меня. Ладно, видимо, ребята, барсики меня оставили одного на поле битвы, чтобы я сражался с этими фритиксами. И одним ударом таки хопа, его убиваем, но палочки по-прежнему другой у нас пока нет. О, посмотрите на этого скелета, который хочет меня убить, но он не знает, что у меня есть барсик, который будет меня защищать. Прости, братишка, беги-беги-беги, Фореста. Ладно, пока он убегает от моего барсика. И, о май гад, смотрите, блейзи умирают от того, что я их замораживаю. Соответственно, я могу их убивать именно так... О, нет-нет-нет, барсик-барсик, живи-барсик, братишка, живи. Оу... Так, ты летать научился или что? Кажется, мы его спасли, но он почему-то... А, стоп, ааа... Подай мне признаки жизни, пожалуйста. Я не уверен, жив он или нет, но он как-то перестал двигаться, хотя... Ау-ау-ау-ау-ау, что происходит? Нееет! Окей, друзья, мы только что видели, как барсик упал, но не переживайте, вот он снова заспавился. Эхэм... Давайте считать, что он не умирал. Тем временем, у меня 9 палочек, я думаю, этого более чем достаточно. И каким образом он в меня стрельнул через обсидиан? Эфрит, ты какой-то сумасшедший, но да ладно, мы отсюда сваливаем, мы возвращаемся в обычный мир. Боже, какое людовезение! Разве такое в Майнкрафте вообще может быть, чтобы я заспавился в 5 блоках от спавнера Эйфрита? Ладно, барсики, пришло время вас поднимать, пришло время вставать с колен, потому что прямо сейчас, братья, мы будем копать в самый низ, да. Мы будем копать на самое дно, на ядро Майнкрафта, чтобы проверить, смогу ли я добыть бедрок с помощью своей новой бедроковой кирки. Главное не провалиться в какую-нибудь лаву, а мы... Оу-май-гад, мы упали в воду. О-о-о-о, барсик, здорово! Вот что телепортировался быстрее, чем спустился я. Ха-ха-ха, о-о-о-май-гад! Что за жесть, мы нашли алмазы абсолютно внепланово. На самом деле, а, уйди, пожалуйста, нет, 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 не взрывайся, не взрывайся, не взрывайся, уйди, уйди, уйди. Барсик, убери его, барсик. Оу, нет, барсик, 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 он только что взорвал один алмаз, и он упал в лаву. Я ненавижу криперов с каждым днём всё больше и больше, потому что из-за них я теряю не только барсиков, но ещё и алмазы. Но, как бы там ни было, я добыл очень много алмазов, у меня их 9 штук, и я не знаю зачем, я даже не планирую из них крафтить броню. Однако, как бы там ни было, прямо сейчас, друзья, мы попробуем с вами добыть бедрок, и я не знаю, получилось или нет. Барсик, ё-моё, будь осторожен! Тестируй нашу бедроковую кирку в действии! Если я добыду бедрок, это будет самое эпичное, что я когда-либо делал в своей жизни. Итак, ребята, вы готовы к этому? Барсики, не смотрите, будет слишком опасно! Иииииии, поехали! Оу-май-гад, мы добыли, мы добыли бедрок, окей! Это явно что-то новое для моего канала, мы можем спокойно просто добывать бедрок одним касанием! Просто на это взгляните, у меня уже в инвентаре сколько, у меня стак бедрока! Я, правда, не уверен, для чего нам нужно, хотя, стоп, нет, я, оу-май-гад, я чуть не упал, я только что чуть не упал! Туда подать, и в коем случае нам нельзя, поэтому выбираемся, ведь прямо сейчас мы будем создавать бедроковое сердечко! Создаём наше супер-крутое и необычное бедроковое сердце! Теперь вы неуязвимы! И по логике вещей, теперь мы с вами стали неуязвимыми, однако, это можно очень легко проверить! Я могу просто подняться на любое дерево и попытаться из него спрыгнуть, например, такие, опа, прыжок и... Эээ... Я реально не получил урон! Причём, я не просто не получил урон, но, мне кажется, я ещё и получил за это какой-то предмет! Давайте проверим! Продвигаем, смотрим в инвентарь и... Мне прибавились эндер-перлы! Отлично, тогда, пользуясь случаем, быстренько скрафтим себе лук, и да, я каждый раз скрафчу его неправильно! И, наконец-таки, отправимся искать нашего эндер-дракона! Слово, оказывается, искать долго и не пришлось, потому что эндер-дракон находился прямо около нас! Вернее, не эндер-дракон, а эндер-крепость! Но, барсики мои некоторые умирают! Нет, друзья мои, подождите, мы ещё не попали на поле битвы, умирать пока рано! Хотя, желательно, в принципе, не нужно! Короче говоря, отправляемся с вами в инвент, и я иду абсолютно без какой-либо брони убивать эндер-дракона! Кидаем ему эндер-перлу! И давайте, братья, за мной! Кстати, мне кажется, или когда я кидаю эндер-перлу, я тоже получаю предметы! Давайте проверим! Опа, я получил ещё эндер-перлу! Нет-нет-нет-нет-нет! Да... Вы ничего не видели! Итак, что будет, если прямо сейчас я кину туда эндер-перлу, поставлю под себя блоки... Оооо! Воу! Сколько собак умерло! Что только что произошло? Я даже не понял! В любом случае, барсики, советую вам отойти, потому что... Ооо, нет-нет-нет-нет! Как я вас всех заморозил! Окей, барсики, извините, это для вашего же блага, потому что мне нужно разрушить кристаллы, и... Оу май гад, смотрите, из него выпал кристалл! Мне кажется, друзья, что прямо сейчас мы сможем с вами нас собирать на наш супер-крутой крафт кристального сердечка! Итак, тем временем мы разрушили каждый кристалл, и прямо сейчас я делаю свой последний на сегодня верстак, потому, что в этом верстаке мы скрафтим самый эпичнейший предмет, который может вообще существовать в Майнкрафте! Просто посмотрите, из чего я составляю крафт! Посередине ставим стекло, и... Мы что-то напутали... Или нужно поменять местами... Да, мы сделали это! Драконье сердце! Уничтожь дракона! О май гад, мы сделали финальное на сегодня сердце! Все мои собачки умирают, потому что они ежесекундно спавнятся каждый раз, когда я получаю урон! И, ребята, мы используем наше последнее на сегодня сердечко! Поехали! Просто посмотрите, у меня целый состав из 10 сердечек! Мы только что скрафтили последнее драконье сердечко! И посмотрите, просто потому что я стал неуязвимым, у меня спавнится огромнейшее количество барсиков, которые ежесекундно умирают! Просто потому что я стал неуязвимым, меня теперь убить в Майнкрафте просто невозможно! Это самое странное зрелище, которое я когда-либо видел в своей жизни! Кстати, по неизведанной мне причине, я получил какую-то бесконечную прыгучесть! Я просто прыгаю, как настоящий попрыгунчик, без перерыва, без остановок! И во всей видимости, я могу таким образом прыгать на голову к эндер-дракону и просто его убить! О май гад, это будет первое убийство в полете эндер-дракона! Летс гоу! Я мог бы в тебя пострелять, но зачем тратить свое время, когда я могу прыгать прямо тебе на голову? И ударом хэдшоты сделать! А, стоп, еще не убили, ладно, финальный... Финальный удар в голову, летс гоу! Теперь мы его убили! Правда, как мне перестать прыгать, я не совсем до конца понимаю! Конечно, все это очень весело, но я бы хотел перестать прыгать! Окей, мы прошли Майнкрафт, убили эндер-дракона и падали сразу в портал! Это, я думаю, все сказано, смотрите ролики, которые вы видите у себя на экране! И всем пока-пока!